Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Си-Би-Си, в студии Телли Гусейн Задей. В начале коротко о главном. Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана, где принял участие в открытии ряда важных объектов. В Карабахе продолжается доставка грузов на боевые позиции армян при сопровождении российского миротворческого контингента. Свидетельствующие об этом кадры распространило Министерство обороны Азербайджана. В Баку представили отчет по результатам космического мониторинга месторождений полезных ископаемых на территории Армении, разработка которых представляет угрозу для окружающей среды всего региона. В результате военного конфликта на территории Украины могли погибнуть до полумиллиона человек с обеих сторон. Об этом сообщила заместитель генсекретаря ООН Розмарий Дикарло. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехребан Алиева совершили поездку в Кельбаджарские и Лачинские районы. В ходе поездки глава государства и первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента села Эхзар Кельбаджарского района, ознакомились со строительством завода по разливу минеральной воды из Тесу, а также были проинформированы о работе, проделанной в одноименном лечебно-оздоровительном комплексе. В Лачинском районе Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительных работ в Лачинском международном аэропорту и с работами, проводимыми на автодороге Кельбаджар-Лачин. Также принял участие в церемонии закладки фундамента гостиничного комплекса, открытие мебельной фабрики, съемочного павильона творческой студии и открытие после капитального ремонта полной средней школы номер 2 Лачинского района. В Кельбаджарском и Лачинском районах глава государства принял участие в открытии малых гидроэлектростанций, открытого акционерного общества «Азиар-Энерджи». Актуальные вопросы, стоящие на повестке Азербайджана российского двухстороннего сотрудничества, в том числе текущую ситуацию в регионе, обсудили заместители министров иностранных дел Азербайджана и России Эльнур Мамедов и Михаил Галузин. В Москве было отмечено, что Азербайджан и Россия имеют взаимовыгодное отношение сотрудничества в рамках двусторонних, в том числе многосторонних платформ. Стороны коснулись и процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и работе, проводимой в направлении продвижения мирной повестки дня, о военно-политических провокациях армянской стороны, подрывающих эти усилия, противоречащих международному праву и трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Армянские сепаратисты продолжают осуществлять незаконные перевозки в сопровождении российских миротворцев. На кадрах представленных вниманию зрителей видно, как в очередной раз посредством дороги Ханкенди, Керкиджахан, Халфали, в сопровождении бронетехники миротворцев осуществляются военные перевозки на боевые позиции армянских незаконных вооруженных формирований. Видеокадры относительно незаконных перевозок армян в сопровождении российских миротворцев были зафиксированы и ранее. Также сегодня днем квадрокоптер вооруженных сил Армении попытался осуществить полет над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад, Садарского района Нахчеванской автономной республики. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджанам. В результате бдительности подразделения азербайджанской армии квадрокоптер был обнаружен и сбит огнем из стрелкового оружия. Азербайджанское общество Красного полумесяца ответило армянскому обществу Красного креста. Заявление Азербайджанского общества Красного полумесяца, основанное на принципах гуманизма, подразумевает доставку гуманитарной помощи армянским жителям Карабахского региона Азербайджана. И потому непонятна, неадекватная реакция армянского общества Красного креста. Это действие не подрывает принципы и ценности международного движения Красного креста и Красного полумесяца. А напротив, оно служит человечеству, говорится в заявлении. С другой стороны, общество Красного полумесяца Азербайджана имеет полное право осуществляет любую гуманитарную миссию на своей территории, включая Карабахский регион, на что нет необходимости получать разрешение у кого-либо. Мнения, высказанные армянским обществом Красного креста относительно Лачинской дороги, не отражают реальности. Армянскому обществу Красного креста следовало бы еще раз внимательно ознакомиться с заявлением общества Красного полумесяца Азербайджана. Отмечается в заявлении. В Баку состоялась презентация отчета по результатам космического мониторинга месторождений полезных ископаемых на территории Армении. В отчет включены результаты космического мониторинга 26 горнорудных месторождений, расположенных на территории Армении. Работы по космическому мониторингу проводились на основе снимков, полученных спутниками «Спот-6» и «Азерскай» в 2017 и 2023 годах. Деятельность предприятий горнодобывающей промышленности Армении, где сегодня не соблюдаются экологические нормы и стандарты, наносит серьезный ущерб окружающей среде. Об этом говорится в отчете о космическом мониторинге месторождений на территории Республики Армения, подготовленном и представленном коалицией МПЛ Environmental Protection First в сотрудничестве с Азеркосмос. Несоблюдение Армении каких-либо международных стандартов горнодобывающей промышленности представляет серьезную угрозу экологии как Азербайджана, так и региона в целом. В докладе отмечается, что, будучи членом конвенции ЭСПО, Армения должна консультироваться по поводу любой деятельности, осуществляемой на территории своей страны, и во многих случаях должна получать согласие Азербайджана. Нас беспокоит экологический кризис, вызванный деятельностью предприятий горнодобывающей промышленности Армении. В связи с этим мы решили создать коалицию Environmental Protection First. Первым шагом коалиции стала попытка мониторинга соответствующих документов, связанных с горнодобывающей деятельностью Армении, с целью оценки воздействия на окружающую среду. Несмотря на то, что отчетные документы должны были быть общедоступны на официальных сайтах Армении, эти документы были скрыты. Чтобы узнать больше точных фактов, мы обратились в Азеркосмос и попросили предоставить официальные факты о влиянии горнодобывающей промышленности Армении на окружающую среду. И на основе этих официальных данных мы подготовили отчет. Основная цель коалиции – строго контролировать промышленную деятельность Армении, и в рамках закона мы будем официально бороться с нарушениями, которые допускает Армения. Этот отчет мы предоставим ООН. Как вы знаете, что эта организация выступает за защиту прав человека на чистый воздух и чистую воду. На протяжении многих лет Армения загрязняет трансграничные реки, за счет которых формируется 70% поверхностных водных ресурсов Азербайджана. Поскольку Армения географически расположена в бассейне рек, проходящих через Азербайджан, любые шаги в сфере горнодобывающей промышленности, осуществляемые на ее территории, оказывают воздействие на экологию Азербайджана. Технические воды крупных горнодобывающих предприятий Армении, Каджаранского медно-молебденового комбината и Кафанского горно-обогатительного комбината в течение длительного времени интенсивно загрязняют трансграничную реку Охчучай. Поскольку река Охчучай впадает в реку Араз, вторую по величине реку Южного Кавказа, ее загрязнение оказывает непосредственное влияние на качество водных ресурсов Араза, которое является самым крупным правым притоком Куре, а также трансграничной с Арменией рекой и играет большую роль в орошении пассивных площадей в Азербайджане. В связи с состоянием реки было проведено более 50 мониторингов. Результаты показали, что уровень загрязнения в реке в 5-7 раз превышает норму. Но, к сожалению, ее загрязнение продолжается и сегодня. Хотя добыча полезных ресурсов является прибыльной сферой, она оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Активная эксплуатация месторождений сопровождается многочисленными воздействиями на экологию. При мониторинге территорий такого типа широко используются космические методы. Был проведен космический мониторинг горнодобывающих предприятий на территории Армении. Их деятельность оказывает негативное влияние на экологию нашей страны. В основном сточные воды, стекающие со всех промышленных предприятий соседней республики, напрямую контактируют как с Аразом, так и с Курой, вследствие чего эти реки загрязняются. Согласно международным принципам, экономическая деятельность должна осуществляться без ущерба для прав человека. Армения действует безответственно, игнорируя права людей на чистую, здоровую и устойчивую окружающую среду и преследуя лишь собственные экономические интересы. Несоблюдение Армении этих требований еще раз свидетельствует о том, что Ереван проводит деструктивную политику в регионе, нарушая положение международных документов и международные обязательства. Нарвина Хамбабаева, Фарид Лачинов, CBC О политике экологического террора и экоцида против Азербайджана мы поговорим с нашим гостем Амин Мамедов, председателем общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов. Добрый вечер, рад вас видеть. Добрый вечер. Что вы в целом можете сказать на сегодняшний день о экологической ситуации в регионе благодаря тем преступлениям, которые совершила Армения на нашей территории? Спасибо большое. Вы знаете, этот эко-террор в последние около 30 лет времени мы наблюдали на своих территориях, которые, к сожалению, были под оккупацией. И когда они контролировали эти территории, был нанесен очень большой вред нашей экологии, включая 60 тысяч гектаров лесных насаждений, зеленых территорий. А также незаконно были эксплуатированы горные, рудные месторождения. И в этих процессах никогда не соблюдались никакие экологические стандарты или нормативы. Но мы, к счастью, освободили уже эти территории, они под нашим контролем. Но, несмотря на это, Армения все еще продолжает свою ту самую политику. И уже последние три месяца гражданского общества Азербайджана в основном начали неправительственные организации, работающие в сфере экологии. В июне у нас было заявление по этому поводу, когда они хотели на территории Араздаян, которая является здесь, стоящей территорией, они называют ЕРАС, строить с инвестиций из Соединенных Штатов металлургический завод. И после этого наши местные азербайджанские неправительственные организации адресовали прямое открытое письмо премьер-министру Армении. Но на эти наши действия никакой реакции от армии не было. И на днях, значит, лично я и несколько неправительственных организаций мы учредили коалицию, которая называется Environmental Protection First. И эта коалиция уже определила для себя цели продолжать эту борьбу и донести до международного общества, какое влияние негативное оказывают эти действия Армении, в основном те, которые находятся в приграничных зонах Азербайджана, а также, значит, влияет это на общий регион, Кавказский регион. И, как уже было отметено, значит, госагентства, Азербайджанское государственное космическое агентство, они провели мониторинг на основе спутниковых изображений и снегов. И на этих снимках даже невооруженным глазом, ясно видно, что территория, значит, 26 точках, где ведется эта горно-рудная деятельность, эти территории, значит, ареал в гектарах, у многих из них где-то 18 точках, очень существенно увеличился. То есть, если сравнить снимки 17-го года и снимки 23-го года, в нескольких местах даже на несколько раз увеличилась территория, а в нескольких, как минимум, 30-50 или 20%. И то есть, это можно видеть, а также по, значит, спутниковым снимкам, в какой ситуации сейчас эта территория находится. То есть, все эти отходы, которые, значит, появляются после этой деятельности, горно-рудные, где также употребляются химические вещества, включая цианиды и другие, они должны утилизироваться на основе экологических нормативов и определенных специальных полигонах. Но это все оставляется там, где ведется деятельность. Но, к сожалению, в тех местах берет начало реки, трансграничные реки, которые потом переходят границу на территорию Азербайджана. И на территорию Азербайджана или даже на самой территории Армении они впадают в реку Араз, которая является тоже источником водных ресурсов в Азербайджане, а также в Иране. И мы, значит, требуем, чтобы Армения, как сторона международной конвенции, конвенция ЭСПО, по оценке влияния в трансграничном контексте, она обязана на основе этой конвенции информировать азербайджанскую сторону о отчетах по воздействию на окружающую среду, что не было сделано никогда. И мы, как коалиция неправительственной организации, мы планируем и даже уже начали обращаться в международные структуры и программы института ООН, а также на разные движения экологические в международном уровне, а также мы планируем обратиться к секретариату этих конвенций, чтобы на Армении было определенное давление с секретариата конвенции, чтобы они выполняли свои обязательства по этим конвенциям и прозрачно ввели эту деятельность. И большинство из них иностранные компании являются инвесторами. И эти компании тоже обязаны ввести транспарентную, прозрачную деятельность, что они, к сожалению, не делают, потому что правительство Армении создает для них условия для этого. Амин Валим, я знаю, что в течение всех этих лет нашей страны проводилась огромная работа в доведении всех этих реалий до тех же международных структур. Там же произошли действительно очень масштабные экологические трагедии. Это не только касается нас, это в целом всего региона. И вот как вы считаете, все-таки подобные экологические преступления Армении получается же игнорируются международными структурами? Ведь до этого же какая работа с их стороны проводилась? Что было сделано? Вот я в этом тоже с вами согласен. В том смысле, что само международное право, к сожалению, там очень много мы сталкиваемся с двойными стандартами. Вот в международных организациях разной страны, особенно даже развитые страны, которые всегда как приоритет указывают, подчеркивают экологические вопросы. Но когда вопрос касается нашей территории, например, Азербайджана, к какой-то мере стараются обходить этот вопрос. Или же в тех странах, как будто имеет влияние, может, лобби, диаспора армянских, который нейтрализирует наши эти обращения. Это так и есть, потому что я сам в своем опыте, как международный эксперт, работал в разных структурах и проектах и ООН, Евросоюза. И так, там много можно встречать, даже по фамилии можно видеть, что много ключевых должностей следят даже сами армяне или с армянскими корнями, или же те, которые связаны с армянской диаспорой. И тогда они пытаются найти маневры, чтобы обходить этот вопрос. Но мы настоятельно будем... А вообще эти структуры, если, допустим, не касается Азербайджана, как участник, они заинтересованы, допустим, в другой стране помочь как-то? Нет, это их, как сказать, обязанность. Но они это делают? Ну, как-то на деле иногда они пытаются показать, что они заинтересованы. Но там тоже есть свои бюрократические определенные барьеры. И, к сожалению, мы с этим сталкиваемся. Но тут уже мы обращаемся и нашим партнерам за границей. И эти нам дружественные страны, то есть организации, тоже стараются лоббировать наши интересы или как минимум поддерживают наши инициативы. И это тоже нам помогает, чтобы как минимум наши обращения были рассмотрены. И в определенных случаях даже приняты решения определенные наши выгоды. Вот на сегодняшний день что может противопоставить Азербайджану под такие подобные поведения в плане экологического террора? Мы сейчас, как сказать, у нас есть факты. Вот Азербайджан как самостоятельная страна, у которого есть и спутник свой, и определенные соответствующие государственные структуры. И у нас вот эти мониторинги тоже дают основу как факты. Дальше уже мы, как гражданское общество, должны тоже проявить свою позицию. Потому что когда это обычно делается от имени правительства, Армения начинает там искать какие-то политические мотивы. Но когда мы, как гражданское общество, как обычные граждане Азербайджана, уже выражаем свою обеспокоенность, это уже международные организации принимают как нейтральные стороны, как обычные гражданские общества, которые не преследуют какие-то политические цели. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы, как представители гражданского общества, как неправительная организация или независимые эксперты, всегда об этом везде, во всех трибунах утверждали и эту позицию всегда защищали. Да, действительно, потому что ведь это в первую очередь, конечно же, и негативно скажется на экологическом состоянии самой Армении. То есть это время действий, чтобы остановить этот процесс, который подвергает опасности. Да, еще есть фактор вообще, если учесть то, что и Кура, и Арас, куда вот эти маленькие реки впадают, и на верхних стоках вот эти комбинаты, это уже Кура и Арас связаны с Каспийским бассейном. То есть уже при Каспийской стороны страны тоже должны быть заинтересованы, чтобы вместе с вами оказывать на Армению давление, и требовать за них, чтобы в конце эти реки, из-за того, что падают, впадают в Каспийское море, они должны уже в верхнем стоке учитывать интересы и Азербайджана, а также и прикосмических стран, которые пользуются этим Каспийским морем, и это на будущее может влиять на биоразнообразие, на экосистему Каспийского моря. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам в студию, за вашу работу, которую вы проводите в этой сфере. А напомню, нашим гостем был Амин Мамедов, председатель общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов, и мы говорили об экологическом терроре и экоциде со стороны Армении. Согласно плану подготовки на текущий год в военно-воздушных силах проведены учебные полеты на боевых самолетах, сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. В соответствии с планом были выполнены задачи по взлету и посадке, сложные пилотажные маневры на малых и средних высотах, определению координат наземных целей, принадлежащих условному противнику, а также введение воздушной разведки и другие мероприятия. В ходе учения задачи, поставленные с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, были выполнены с высоким профессионализмом. В военном конфликте на территории Украины могли погибнуть до полумиллиона человек. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим проблемам Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности. Она отмечает, что по данным комиссии по праву человека за полтора года войны в Украине убиты по меньшей мере 9444 гражданских лиц, в их числе 545 детей. Почти 17 тысяч человек, в том числе 1156 детей, получили ранения. Розмари Дикарло не конкретизировала разделение по участвующим в конфликте сторонам, отметив, что в действительности число погибших гражданских и военных лиц может быть больше. С момента выхода России из зерновой сделки боевые действия только обострились, отметила Дикарло. Растет угроза свободе судоходства в Черном море, что ставит под угрозу экспорт продовольствия, в котором остро нуждается весь мир. Замгенерального секретаря ООН также заявила об беспокойности в связи с обстрелами российских приграничных населенных пунктов и атак беспилотников в России, включая Москву. Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю страны главой государства, бывшим или действующим, которого сфотографировали при аресте так называемый макшот. Официальное тюремное фото распространил офис шерифа округа Фултон. Ранее Трамп был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться местным властям в рамках дела о вмешательстве выборы в штате Джорджия. Арест носил формальный характер, вскоре Трампа освободили под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения дела в суде. После прохождения процедуры ареста, экс-президент США назвал произошедшее пародией на правосудие. Произошедшая пародия на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого. И все это знают. А вот то, что они делают, это вмешательство в выборы. Они пытаются вмешаться, и такого в нашей стране еще не было. Это их способ введения предвыборной кампании. Трамп проходит в общей сложности по четырем уголовным делам. Это не мешает Трампу участвовать в новой предвыборной кампании. Он не раз заявлял, что считает заведенные против него дела сфабрикованными и политически мотивированными. Дональд Трамп также опубликовал свой тюремный снимок в соцсети X, бывший твиттер. Ну а пост сопровождается надписями «Никогда не сдавайтесь» и «Вмешательство выбора». Узбекистанская Узгазтрейд и туркменистанская Туркменгаз заключили краткосрочный контракт на поставку туркменского газа в объеме до 2 млрд кубометров в год. Об этом сообщила глава Министерства энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью туркменскому государственному новостному порталу. Такая договоренность была достигнута в ходе переговоров в Ашхабаде. Мирзамахмудов с вице-премьером Туркменистана, курирующего топливно-энергетический комплекс. Кроме того, стороны также прорабатывают долгосрочный контракт на более длительные сроки. Это только начало, потому что мы обсудили более широкие перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества. Это и проработка долгосрочного контракта на более длительные сроки с увеличением поставок. Благодаря заключенному сегодня контракту природный газ, который будет поставляться из Туркменистана, он будет использоваться на внутренние нужды Республики Узбекистана и способствует удовлетворению растущего спроса населения, отраслей экономики, автотранспорта. Общественный транспорт столицы Кыргызстана перешел на безналичную оплату. Деньги в троллейбусах и автобусах Бишкека не принимают. Оплатить проезд теперь можно только специальной картой. Она называется ТУПАР банковской картой, а также через QR-код. Подробнее о нововведении расскажет наш корреспондент из Кыргызстана Екатерина Токамбаева. Троллейбусы и автобусы Бишкека полностью перешли на безналичную форму оплаты. Бумажные и металлические деньги перестали быть платежным средством в общественном транспорте столицы Кыргызстана с 20 августа. Самый основной вид оплаты – это транспортными картами. Вот синие карты, они в свободной продаже. Можно приобрести у водителей, также в специальных точках продаж. Покупаете, оплачиваете, вот, вкладывая карту, выходит синий сигнал успешной оплаты. Пассажир, оплачивая через валидатор, проходит в салон. Но платить можно не только посредством транспортной карты Тулпар. Валидаторы принимают карты всех банков Кыргызстана с функцией бесконтактной оплаты. Виртуальные карты также доступно QR-сканирование. На сегодня у нас уже действуют акции по кэшбэку 50%. Если оплачивать через предложение о деньги и М-банк, 50% кэшбэк. Также мы ведем переговоры с другими компаниями. Скоро мы запускаем хорошую акцию. Если оплачивать QR-сканирование, будет бесплатная поездка через предложение. В ближайшее время мы подпишем договор и будем сообщать пассажирам. В первый день перехода на безналичный расчет в муниципальном транспорте в Бишкеке оплатили 53 тысячи поездок. На третий день уже зарегистрировано 93 тысячи поездок. Удобно, конечно. Я все время вот сюда. Вот. И такой, и такой у меня. Правильно, конечно, но без турникета он никакой роли не играет. Построя один или три раза приложил. Бесполезно. То есть пока не будет турникетов, идея не будет работать. Приобрести транспортные карты пассажиры могут в отделениях почты, банках и в самом общественном транспорте. В первые дни перехода на безналичный расчет было реализовано порядка 80 тысяч карт Тулпар. Система безналичных платежей в общественном транспорте Бишкека водилась поэтапно. Впервые в качестве пилотного проекта она была запущена в 2019 году. Все это время система дорабатывалась, водились какие-то новжества. И вот когда она полностью была готова, вступила в силу с августа текущего года. Основная идея ведения безналичных платежей в муниципальном транспорте Бишкека добиться прямых поступлений в муниципальный бюджет. Личный расчет в финансовом плане, он дает прозрачность. То есть мы будем видеть, сколько мы обслужили школьников, то есть перевозили за один день, за один месяц, за один год. Это дает прозрачность, сколько у нас пользуются общественным транспортом пенсионеры, ловзы, люди с ограниченными возможностями. И пассажиропоток мы не будем анализировать, а уже сразу будем видеть полностью, сколько продаются карты, сколько людей обслуживается в аптечном транспорте. Пока безналичная система оплаты действует только в муниципальном транспорте Бишкека, но в планах есть внедрить ее и в частный общественный транспорт. Если эксперимент удастся в столице, то, возможно, эта практика будет использоваться и в других городах Кыргызстана. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Умурбек, Арсений Рябов. Специально для СБС из Кыргызстана. Армяно-французский альянс никак не угомонится. Даже после позорного провала на заседании Совбезуон, Ереван и Париж не оставляют попыток склонить эту международную организацию к принятию антиазербайджанских решений. Что же на этот раз замышляют Армения и Франция, узнаем в следующем сюжете. Армения и покровительствующая ей Франция не сделали надлежащих выводов из недавнего дипломатического провала в Совете Безопасности ООН. На заседании, инициированном самим Шехереваном, не было принято никаких документов против Азербайджана, хотя в буйных фантазиях армянская сторона ожидала как минимум принятие антиазербайджанской резолюции. Альянс Франции и Армении, основанный на лжи, потерпел очередное фиаско. Дипломатам этих стран вновь лепили неут и поставили в угол как двоечников. Однако неугомонные сестрички не способны учиться даже на собственных ошибках. Теперь французские власти намерены представить Совпес ООН резолюцию об оказании помощи армянскому меньшинству Карабахского региона Азербайджана. Об этом пишет газета «Фигаро». В статье используется полный набор армянских клише о так называемой блокаде «Карабахи», жители которого якобы пребывают на грани голодной смерти. Казалось бы, еще неделю назад на заседании того же самого Совета Безопасности ООН постоянный представитель Азербайджана Яшар Али предоставил убедительные факты, развенчивающие армянские мифы. Но армяно-французский тандем, похоже, напрашивается на новое разоблачение. Несуразные претензии Армении в совбезии ООН полностью поддержала только Франция. Другие страны больше придерживались нейтральной позиции. К примеру, Россия подчеркнула необходимость обсуждения альтернативных дорог. Албания полностью заняла сторону Азербайджана, как и братская Турция. За использование дороги Агдам-Хангенди выступила и Бразилия. Армения с Францией ожидали другого от этих обсуждений. И сейчас они пытаются вновь привлечь внимание ООН, теперь уже с просьбой отправить гуманитарную помощь в Карабах. Иными словами, Париж и Ереван хотят обидеться оказание давления на Азербайджан под любым предлогом. Согласно сообщениям французских СМИ, на будущей неделе Париж и крупные округа Франции направят колонну помощи в Армению. Таким образом, и без того длинная бессмысленная очередь у Лачинской дороги пополнится новыми транспортными средствами, что на руку антиазербайджанской пропаганде. Но если бы Армения и Франция действительно беспокоились о рядовых жителях Карабаха, они никогда не стали бы возражать против доставки грузов в регион по дороге Агдам-Хангенди. Беспокоит их явно не судьба карабахских армян. Сколько бы Франция не отправляла грузов в Армению, сколько бы фур не стояло у въезда в Карабах на Лачинской дороге, Азербайджан свою справедливую позицию не изменит. Баку уже неоднократно заявлял о возможности использования Агдамской дороги для гум-перевозок. Не удивлюсь, если при посредничестве Азербайджанского общества Красного полумесяца или других гуманитарных организаций мы увидим колонну машин у въезда на дорогу Агдам-Хангенди. Проще говоря, на армянскую провокацию можно ответить тем же образом. Деркальный ответ – хороший выход из ситуации. Не противиться злу – еще большее зло. Но лицемерное поведение Франции не вызывает удивления. Окупация чужих территорий для французов – дело привычное. Вот почему они не осуждают проявление армянского сепаратизма. Франция веками жила за счет грабежа колонии. Даже сегодня ряд африканских государств продолжает борьбу за освобождение от французского гнета. Свою порочную практику Париж пытается применить и в регионе Южного Кавказа, всячески потакая карабахским сепаратистам. Сегодня армяне пытаются сочинить новую сказку про так называемый геноцид в Карабахе. Чтобы заручиться еще большей поддержкой зарубежных спонсоров, они уже называют происходящее в регионе не просто блокадой, а началом этнической чистки. Эту мысль уже озвучивали армянские лоббисты в разных странах. Но, к удивлению, этот бред не стал поддерживать близкий друг армян Эммануэль Макрон. На днях президент Франции отказался назвать геноцидом ситуацию в Карабахе, заявив, что следует воздерживаться от слишком поспешных употреблений подобных терминов. Таким образом, даже французский лидер намекнул армянам, что уже следует умерить свои аппетиты. Какой бы влиятельной ни была армянская диаспора в Пятой Республике, Парижу следовало бы уделять больше внимания не капризам Армении, а проблемам самой страны. Многомиллионные протесты во Франции стали делом привычным. Беспредел Макрона и его команда привели к незаконному аресту тысяч граждан. Франция настолько себя дискредитировала, что не может выступить поборницей соблюдения прав человека, а тем более вмешиваться во внутренние дела других стран. И к спорту азербайджанская гимнастка Зухра Агамирова завоевала олимпийскую лицензию на летние игры в Париже. Она заняла 12 место по итогам многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике в Испанской Валенсии. Этот результат позволил ей войти в список участниц летней олимпиады в столице Франции, которая пройдет в 2024 году. Зухра Агамирова является бронзовым призером чемпионата Европы, а также четырехкратным серебряным и бронзовым призером летней универсиады. Спортсменка также прошла финальный этап чемпионата мира в многоборье. К этому часу у нас все. Мы встретимся с вами в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин